Автопатруль Идеальный пол для вашего дома Здравствуйте! В эфире общественного телевидения Приморья Итоговая программа Автопатруль Круглосуточно мои коллеги следят за всеми криминальными новостями в крае И оперативно выезжают на места происшествий И сейчас сразу предлагаю посмотреть статистику ЧП за минувшую неделю Цифры такие Сводка ГИБДД Край Аварий произошло 605 В ДТП погибли 5 человек Пострадали 95 Что почти вдвое больше, чем на прошлой неделе МЧС информирует, пожаров было 107 Погибли в огне 5 человек, травмированы трое Спасти пожарным удалось четверых И подробнее к происшествиям на этой неделе Жуткая трагедия разыгралась на седанке Больший груз, автобус и две легковушки в одном смертельном ДТП Два человека погибли Аварий из-за пьяных за рулем на этой неделе было немало Некоторые попали в объектив камеры Автопатруля На Котельниково, Мусоргского и на Выселковой То еще зрелище И еще одна трагедия На Карбышева мужчина выпал с девятого этажа Подробнее в дайджесте Длинная пробка в обе стороны Две разрушенные до основания машины Залитые маслом и бензином проезжая часть Все это результат лобового столкновения На Артемовской трассе Чтобы избежать других ДТП Ее тщательно промыли пожарные А встретились здесь грузовик Исудзу Форвард И седан представительского класса Тойота Краун Машины двигались навстречу друг другу Грузовик в сторону Артема, Краун же во Владивосток И отчего-то не сумели разминуться На достаточно широкой дороге Причина ДТП слишком узкая дорога в этом месте По мнению водителя Тойоты Краун Не исключено, что причины произошедшего в другом Во всяком случае, хозяину смятого Крауна Предложили медицинское освидетельствование Обе машины пострадали очень серьезно Никто из людей в таком тяжелом столкновении Не пострадал Женщина с ребенком оказались под колесами грузовика Улица Светландская в районе дома номер 150 С придомовой территории выезжал автомобиль Мазда Титан Собираясь повернуть налево, водитель пропустил автомобиль С правой стороны И как только грузовик начал движение Под его колесами оказываются двое пешеходов К месту происшествия вызвали сотрудников полиции От обращения к врачам Женщина отказалась, но ребенка повела в травмпункт Улица Котельникова со стороны школы милиции Ехала автомобиль Сузуки СХ4 За рулем мужчина, он со своим маленьким ребенком Возвращался домой Автомобиль остановился на красный сигнал светофора И в этот момент в него врезалась Нива К месту ДТП вызвали экипаж скорой помощи Приехавшие врачи осмотрели ребенка И увезли его в больницу За рулем отечественного автопрома находился мужчина От него веяло алкоголем Водитель Нива рассказывает, что сел за руль не ради веселья К этому его подтолкнула собственная супруга Неделю, короче, выводила, выводила Короче, вот и поехал И так получилось Врезался, догнал машину Как бы виноват, признаю Признаю вину, как говорится Здесь часто в таком виде Ну, за 20 лет первый раз Ну, понимаете, чем это грозит сейчас Понимаю, да Лишение прав на полтора года Шрафом на 30 тысяч рублей Как бы Вот понимаю, что покажут по телевизору Вас прекрасно знаю Сам автопатруль смотрю Вот как бы Не имею против вас ничего Вот плохого Компания пьяных мужчин Устроили ДТП в районе седанки Прежде чем сесть за руль Водитель, видимо, решил поднабраться смелости Автомобиль Инфинити ехал по улице Маковского В сторону низководного моста Водитель собирался выехать на объездную трассу Седанка потрогал Начать маневр он не успел В него врезалась Хонда HR-V В которой находилось трое явно нетрезвых мужчин Водители-пассажиры во время столкновения Получили легкие ушибы Но от помощи врачи отказались Один из пассажиров паркетника Вовсе остался в машине Решив там вздремнуть Сейчас об обстоятельствах произошедшего Разбираются сотрудники полиции Водителю Хонда HR-V Грозит крупный штраф И лишение водительских прав Авария с участием нетрезвой компании Спровоцировала второе ДТП Автомобиль Тойота Пробокс Умчался со стороны города К низководному мосту Как утверждают очевидцы Машина ехала с большой скоростью Увидев ДТП на трассе Водитель универсала Попытался объехать разбитое авто Но не справился с управлением Автомобиль вылетел с трассы На парковку рядом с рестораном Задел припаркованный на стоянке Тойоту Клюгер И врезался в Лексус С такой силой Что внедорожник снес Кирпичное ограждение И отлетел на несколько метров вперед В момент столкновения В Клюгере была Женщина с маленьким ребенком Они не пострадали Водителю же универсала Потребовалась помощь врачей Послал на три буквы Оказал сопротивление И публично оскорбил сотрудников полиции Настоящий коллекционер судебных сроков Попался в поле зрения Представителей закона на улице Василковой Как объяснили полицейские Они стояли в пробке Когда их на всем ходу По встречной полосе Обогнал водитель Тойоты Мужчину с сиренами догнали Остановили И поняли Что езда по встречной полосе Это лишь малая толика того Что нарушил водитель гибрида В наборе у мужчины Оскорбление Езда по встречной полосе Управление автомобилем Предположительно Состояние алкогольного опьянения И умышленное повреждение Чужого имущества Задержанный водитель Ногами разбил стекло В патрульном автомобиле В районе торгового центра Искра загорелась многоэтажка Один человек пострадал Около восьми часов вечера Жильцы 55-го дома По проспекту 100 лет Водивостока Почувствовали едкий запах дыма Как выяснилось Он исходил из квартиры Расположенный на четвертом этаже Девятиэтажного здания Соседи вызвали пожарных Сотрудники 21-й и 2-й пожарной части Примчались на место происшествия Выяснилось, что в горящей квартире Был человек В считанные секунды Огнеборцы справились с запертой дверью В квартире нашли пожилого мужчину Лежащего на полу У него чуть обгорели ноги Его госпитализировали А загорелся в квартире матрас Общая площадь пожара Три квадратных метра Разорванные в хлам автомобили и автобус Тонны груза рыбы, разбросанные по дороге Очевидцы, которые пытаются помочь пострадавшим людям Страшная авария на объездной трассе Седан Копатрокол Произошла в вечерний час пик Когда сотни горожан возвращались с работы домой Фрейдлайнер начал свой смертельный маневр Фуру задевает Тойоту Рактис И следом бьет стоявший у обочины автобус Который влетает в Приус Смятый ударом Приус отлетает к лиерам Автобус отбрасывает и разворачивает на трассе Автобус стоял где-то вот в этом месте Он стоял на аварийках Получается И механик копошился в моторе в этот момент В тот момент, когда его вбило в мотор Очевидцы тут же вызывают скорую помощь и спасатели В автомобиле Приус зажат мужчина и девушка За рулем Тойоты Рактис Женщина ей помогает выйти из машины После осмотра на месте Даму доставляют в больницу Пассажирку автомобиля Тойоты Рактис В тяжелом состоянии госпитализируют Водителя гибрида супруга пострадавшей Спасти не удается Врачи констатируют смерть мужчины на месте Не удается спасти и механика автобуса В момент столкновения с фурой Шансов выжить у мужчины не было 46-й дом по улице Карбышева Жители за окнами своих квартир Слышат какой-то шум Выглянув в окно Видят лежащее на земле тело мужчины К месту происшествия Тут же вызывают сотрудников полиции Как выясняется, погибший проживает в одной из квартир на девятом этаже Дверь в которую закрыта изнутри Хозяйка квартиры сдает жилье в наем Рассказывают соседи Сами квартиранты не всегда отличались хорошими манерами Сейчас в обстоятельствах произошедшего Разбираются сотрудники полиции Устанавливается и личность погибшего Дело хабаровских живодерок Эта история потрясла всю российскую общественность Предположительно, две девушки 16 и 17 лет В Хабаровске брали из приютов животных Издевались над ними, убивали и расчленяли Как только фотографии трупов кошек и собак Появились на страницах социальных сетей Зоозащитники и все неравнодушные восстали против подростков Подробнее расскажу позже А пока блок рекламы Не переключайтесь Редактор субтитров А.Семкин